Давным-давно жила-была одна вдова, у которой было трое сыновей. Двое старших были уже взрослыми, и к тому времени, когда начинается наш рассказ, они были настолько беспечны и ленивы, что их хозяева объявили им, что не желают их больше держать у себя. И тогда братья вернулись домой к матери и младшему брату, о котором они были не слишком высокого мнения. Поскольку он много работал по дому, присматривал за курами и доил корову. Они презрительно прозвали его Пинкелем. Два молодых бездельника остались бы у домашнего очага до конца своих дней. Если бы не их матушка не потеряла терпение и не сказала бы в сердцах, что раз уж они не желают ничего делать дома, то пусть ищут работу где-нибудь в другом месте, поскольку она больше не собирается держать их у себя. Но она горько пожалела о своих словах, когда Пинкель сказал ей, что и он уже достаточно взрослый, чтобы тоже отправиться бродить по свету. Вдова пролила немало слез, расставаясь с младшим сыном. Но убедившись в его твердой решимости последовать за братьями, она не стала его удерживать. Итак, в одно прекрасное утро молодые люди в приподнятом настроении отправились в путь, немало не сомневаясь в том, что найдут себе работу по душе, как только потратятся деньги. Но после нескольких дней странствий они стали смотреть на мир другими глазами. Никто не испытывал желаний взять их. А если кто-то и хотел бы им дать работу, то молодые люди заявляли, что они не способны делать то, что требовалось крестьянам, мельникам или дровосекам. Младший брат был поумнее, с радостью бы согласился на работу, от которой отказали старшие. Но он был очень маленький и щупленький, и ему никто и не предлагал никакой работы. Поэтому они шли от деревни к деревне, питаясь лишь лесными ягодами и орехами, и с каждым днем испытывая все больший голод. Однажды вечером, сильно устав после многочасового дневного перехода, они вышли к большому озеру, посреди которого был остров. Яркий свет, исходивший от острова, позволял видеть почти как днем, и они заметили лодку, спрятанную в камышах. «Давайте возьмем эту лодку и доплывем до острова, где должен быть дом», – сказал старший из братьев. «Возможно, мы получим там кров и пищу». Они забрались в лодку и поплыли. Приблизившись к острову, они увидели, что свет исходит от золотого фонаря, висящего над входом в хижину. А нежный перезвон от колокольчиков, привязанных к золотым рогам козы, пощипывавшей травку возле домика. Молодые люди уже предвкушали отдых после утомительного дня и вошли в хижину. Но, увидев уродливую старуху в золотом плаще, освещавшем весь дом, они очень удивились. Братья беспокойно переглянулись. Когда она подошла к ним вместе со своей дочерью, поскольку по плащу они поняли, что это была одна известная ведьма. «Что вам нужно?» спросила она, одновременно подав дочери знак, чтобы та помешала какой-то варьво в горшке над очагом. «Мы устали и проголодались. И нам бы попросить у вас приюта на ночь», ответил старший. «Здесь нельзя», сказала ведьма. «Но вы получите пищу и крышу над головой во дворце на том берегу. Плывите туда, но этого мальчишку оставьте у меня. У меня найдется работа для него. Хотя что-то мне подсказывает, он шустрый и хитрый, и доставит мне кучу неприятностей». «Какой вред может нанести такой маленький мальчик, как я, такой великой волшебнице?» воскликнул Пинкель. «Я вас умоляю, отпустите меня вместе с братьями». В конце концов, ведьма его отпустила, и он последовал в лодку за братьями. Плыть пришлось дольше, чем они думали, и до дворца они добрались уже под утро. Теперь, кажется, удача повернулась к ним лицом, поскольку старшие братья получили работу в королевских конюшнях, а Пинкеля приняли в паже к маленькой принцессе. Пинкель был мальчиком смышленым и веселым, и ничто не ускользало от его зоркого взгляда. Король приметил его и стал частенько прибегать к его услугам, чему братья ужасно завидовали. Так продолжалось некоторое время, и с каждым днем Пинкель пользовался все большим королевским расположением. Зависть братьев стала уже невыносимой. Смерти они ему не желали, но хотели напомнить, что он всего лишь ребенок, и уступает им не только по возрасту, но и по уму. Вскоре им представилась такая возможность. Король имел привычку раз в неделю обходить конюшни и смотреть, насколько хорош уход за лошадьми. Когда он в очередной раз появился в конюшнях, братья постарались попасться ему на глаза. Король похвалил лошадей, находившихся на их попечении, и отметил, что до появления братьев их состояние было куда хуже. Воспользовавшись случаем, молодые люди заговорили о чудесном фонаре, источавшем волшебный свет над хижиной на острове. Король, имевший слабость к собиранию всяких редкостей, попался на их удочку и полюбопытствовал, где он может раздобыть такой замечательный фонарь. «Пошлите за ним Пинкеля, ваше величество», сказали братья. «Фонарь этот принадлежит одной старой ведьме, которая, несомненно, получила его каким-то колдовским путем». «Но Пинкель – парень языкатый, он уговорит любую женщину, хоть старуху, хоть молодуху». «Тогда пусть он отправляется сегодня же», воскликнул король. «Если он принесет мне фонарь, то станет одним из самых приближенных ко мне людей». Пинкелю очень понравилась мысль о предстоящем приключении, и он без особых раздумий взял небольшую лодку, стоявшую у берега, и отправился к острову. Приплыл он довольно поздно, почти затемно, но по вкусному запаху догадался, что ведьма готовит ужин. Потихонечку, забравшись на крышу дома, он посмотрел вниз, и, дождавшись, когда старуха отвернется, швырнул горсть соли из кармана прямо в горшок с едой. Едва он это проделал, как ведьма позвала дочь и велела ей снять горшок с огня и переложить жаркое на блюдо, поскольку она готовилась уже долгое время, а ведьма проголодалась. Но как только она попробовала то, что стояло перед ней на столе, она отшвырнула ложку и крикнула дочери, что это невозможно есть, что там сплошная соль. «Пойди к роднику в долине и принеси свежей воды, чтобы я могла приготовить свежий ужин, ведь я просто умираю от голода», воскликнула ведьма. «Но матушка», ответила девушка, «как я найду источник в темноте? Вы же знаете, что свет фонаря не освещает то место». «Ладно», отвечала ведьма, «тогда возьми фонарь с собой, поскольку без ужина мне не обойтись». Тогда девушка взяла в одну руку ведро, а в другую фонарь и поспешила к роднику, а за ней пошел пинкель, старавшийся держаться подальше от света. Когда она наконец наклонилась, чтобы зачерпнуть воды из источника, пинкель схватил фонарь, побежал к лодке и постарался поскорее отплыть от берега. Он отплыл уже довольно далеко от острова, когда ведьма забеспокоилась, что дочери долго нет, вышла из хижины посмотреть, куда-то запропастилась. В хижину окружала непроглядная тьма. Но что там светится на воде? У ведьмы еркнуло сердце, когда она поняла, что произошло. «Это ты, пинкель?» крикнула она. «Да, матушка, это я!» ответил пинкель. «Неужели ты, негодник, посмел обворовать меня?» «Да, матушка, посмел!» ответил пинкель, налегая на весла, поскольку боялся, что она за ним погонится. Но на воде ведьма была бессильна, и она вернулась в хижину, все время яростно повторяя про себя. «Ну погоди же, погоди! В следующий раз тебе не удастся так легко отделаться!» Во дворец пинкель вернулся еще до восхода солнца. Он вошел в королевскую спальню и поставил фонарь так, чтобы его лучи падали на кровать. Король тут же проснулся и, увидев ослепительно горящий золотой фонарь, скачил и радостно обнял пинкеля. «Ах, да чего же ты умен!» воскликнул он. «Какое сокровище ты принес!» Затем он позвал слуг и велел приготовить для пинкеля комнаты рядом с своими покоями. Легко догадаться, что братья стали завидовать еще больше, чем раньше. Через некоторое время они вспомнили, что у ведьмы еще осталась коза с золотыми рогами и обрадовались. «Вот на этот-то раз, подумали они, старуха будет на страже, и тогда посмотрим, какой он умный!» «Ведь звон колокольчиков она наверняка услышит!» И вот, когда король в очередной раз посетил конюшни и похвалил их младшего брата, молодые конюхи рассказали ему о другом чуде, оставшемся у ведьмы, о козе с золотыми рогами. С этого самого момента король, не смыкая глаз, ни днем, ни ночью стал думать о том, как бы заполучить чудесное животное. И, как и предполагали братья, в конце концов послал за пинкелем. «Прослышал я», — сказал он, «что у старой ведьмы на острове есть коза с золотыми рогами, на которых висят колокольчики, издающие чудесную музыку. «Я хочу, чтобы эта коза была у меня». «Я, треть королевства, готов отдать тому, кто приведет мне эту козу». «Я сам за ней пойду», — ответил пинкель. На этот раз пинкелю гораздо легче удалось подплыть к острову незамеченным, поскольку волшебный фонарь уже не освещал воду своими лучами. Но зато коза спала в самой хижине, и ее надо было увезти из-под носа старухи. Но как это сделать? Пока пинкель плыл через озеро, он все думал и думал, пока у него в голове не созрел один план, хоть он и знал, что осуществить его будет трудновато. Выбравшись на берег, он первым делом нашел подходящую деревяшку, а потом спрятал рядом с хижиной, дожидаясь, когда ведьма с дочкой пойдут спать. Затем он прокрался к двери и приладил деревяшку так, чтобы она мешала закрыть дверь. Когда ведьмина дочка, как обычно, пошла закрывать на ночь, то дверь не поддалась. «Эй, что ты там делаешь?» — спросила ведьма, пока дочка безуспешно возилась с ручкой. «Что-то с дверью случилось», — ответила та. «Она не закрывается». «Ладно, оставь. Никто здесь не появится», — сказала ведьма, которой очень хотелось спать. Девушка послушалась и тоже улеглась в свою кровать. Очень скоро они обе захрапели, и Пинкель понял, что пришло его время. Он снял башмаки, на цыпочках прошел в хижину и достал из кармана лакомства, которые очень нравятся козам. Пока коза ела, он замотал ее золотые рога куском ткани, который прихватил с собой, время от времени прислушиваясь, не проснулась ли ведьма, чтобы превратить его в какую-нибудь противную птицу или уродливое животное. Но храп продолжался, и юноша постарался закончить начатое дело как можно скорее. Замотав тряпкой последний колокольчик, Пинкель достал из кармана еще одну горсть корма и протянул козе. Та пошла за ним, а он медленно пятился к двери. Оказавшись на улице, Пинкель подхватил козу в охапку и стремглав помчался к тому месту, где спрятал лодку. Добравшись до середины озера, Пинкель освободил колокольчики на рогах козы, и они громко зазвенели. От их звука проснулась ведьма, которая выскочила из хижины и закричала. «Это ты, Пинкель?» «Да, матушка, это я!» откликнулся Пинкель. «Ты украл мою золотую козу?» «Да, матушка, украл!» «Ну разве ты не мошенник, Пинкель?» «Мошенник, матушка, мошенник!» И старая ведьма яростно завопила. «Эй, берегись! В следующий раз ты от меня точно не уйдешь!» Но Пинкель лишь посмеялся над этой угрозой и налег на весло. Король пришел в восторг, заполучив золотую козу и выполнил свое обещание. Он назначил Пинкеля правителем третьей части королевства. Как и следовало ожидать, братья не слишком-то этому обрадовались и даже оттащали от зависти и злости. «Как же от него избавиться?» спросил один другого. Думали они, гадали, судили, доредили и вспомнили в конце концов про ведьмин золотой плащ. «Вот уж воистину надо быть умником, чтобы раздобыть его!» воскликнули они в один голос. Когда в конюшне, как обычно, зашел король, чтобы посмотреть на своих лошадок и поделиться с братьями восторгами насчет выдающегося ума Пинкеля, они поддакивали ему и говорили, что никто, кроме Пинкеля, на такое не способен. «Какая жалость!» добавили они при этом, что он был там, а не догадался прихватить с собой золотой плащ ведьмы. «Золотой плащ?» «Что за плащ?» заинтересовался король. И молодые люди расписали ему этот замечательный плащ в таких красках, что король тут же стал мечтать о том времени, когда сможет накинуть этот плащ на свои плечи. Он объявил об этом и добавил, «Кроме того, человек, который принесет мне этот плащ, получит руку моей дочери и станет наследником престола. Никто не сможет раздобыть эту вещь за исключением Пинкеля», сказали королю братья. Но они не подумали о том, что ведьма не позволит их брату благополучно скрыться в третий раз. И Пинкель снова с легким сердцем отправился в путь. Много часов он перебирал один план за другим, пока не придумал, как ему следует действовать. Он подвесил под кафтан большой мешок, оттолкнулся от берега и на этот раз постарался добраться до острова в дневное время. Привязав лодку к берегу, он понуро побрел к хижине, постаравшись придать лицу печальное и пресыженное выражение. «Это ты, Пинкель?» воскликнула ведьма при виде юноши. Глаза у нее загорели злобным блеском. «Да, матушка, это я», ответил Пинкель. «И ты посмел после всего, что сделал, ко мне явиться?» «Но на этот раз тебе от меня не уйти». С этими словами она схватила большой нож и стала его точить. «Ой, матушка, пощади меня!» завопил Пинкель и упал перед ведьмой на колени. «Пощадить тебя? А где мой фонарикоза? Нет, нет и нет! Твоя судьба решена!» И она угрожающе взмахнула ножом, сверкнувшим при свете очага. «Раз уж мне суждено умереть», сказал Пинкель дрожащим голосом, потому что уже по-настоящему испугался. «Позволь мне, по крайней мере, выбрать, какой смертью умереть». «Я очень проголодался, потому что целый день ничего не ел. Если хочешь, насыпь мне яда в кашу, тогда я хоть поем перед смертью». «Неплохая мысль», одобрила ведьма. Она положила кашу в большую миску, намешала туда ядовитых трав и занялась своими делами. Пинкель быстро опорожнил содержимое миски в мешок и стал скрести ложкой по донушку, будто съел все без остатка. «Отличная каша!» «Да еще», сказал Пинкель, обращаясь к ведьме. «Да у тебя, я смотрю, аппетит разыгрался», заметила ведьма. «Впрочем, раз уж ты ешь в последний раз, дам тебе еще одну миску». Замешав травы в кашу, она отдала ему, что осталось, и пошла к окну, чтобы подозвать кошку. Пинкель в мгновение ока опрокинул миску в мешок и почти сразу же после этого стал кататься по полу и извиваться, все время издавая душераздирающие стоны. Потом он затих и перестал шевелиться. «Ага, так я и думала, что второй порции тебе с лихвой хватит», сказала ведьма, глядя на него. «Я предупреждала тебя, что будет, если ты появишься еще раз». «Но куда подевалась эта ленивая девчонка?» «Я послала ее за дровами уже давно. Скоро совсем стемнеет, и она не найдет дорогу. Придется сходить за ней. Одни неприятности с этими девчонками». Ведьма подошла к двери посмотреть, не видать ли дочку. Но ничего не увидела, да к тому же пошел сильный дождь. «Ночка для моего плаща не очень-то подходящая», пробормотала она про себя. «Он весь перепачкается к тому времени, когда я вернусь». Поэтому она сняла плащ и аккуратно повесила его в шкаф. Потом она надела деревянные башмаки и пошла искать дочь. Как только затихли ее шаги, Пинкель вскочил, достал плащ, добежал до лодки и постарался как можно быстрее отплыть от острова. Он еще не успел отплыть далеко, как налетевший порыв ветра развернул плащ, и от него по воде распространилось сияние. Ведьма, которая как раз входила в лес, оглянулась и увидела золотистый свет. Забыв про дочь, она побежала по берегу с воплями ярости. «Да чего ж обидно быть обманутой в третий раз? Это ты, Пинкель? Да, матушка, это я. Ты украл мой золотой плащ, украл, матушка. Какой же ты мерзавец! Да, матушка, согласен!» И впрямь Пинкель оказался изрядным хитрецом. Как бы там ни было, он доставил плащ в королевский дворец и получил в награду королевскую дочь в жены. Люди говорили, что золотой плащ неплохо смотрелся бы на невесте в день свадьбы. Но королю этот плащ так понравился, что он не хотел с ним расставаться и до конца своих дней только в нём и ходил. После его смерти королём стал Пинкель. Он хорошо управлял своими подданными, а братьев наказывать не стал, но оставил их в конюшне, где они недовольные ворчали дни напролёт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...